Южно-Сахалинский симфонический оркестр закрыл 24-й концертный сезон. Музыканты выступили с произведениями Сергея Рахманинова. Солировал им гость из Москвы известный пианист Филипп Капачевский. Вместе со зрителями в зале был Дмитрий Зелинский. В последний день весны в Чехов-центре собрались сотни ценителей музыки. Они считают себя даже не поклонниками, а друзьями оркестра. Напомню, недавно статус коллектива подняли с камерного до симфонического. Отдельное ожидание дарит зрителям приезжий солист. Они, наверное, все-таки вносят свою какую-то изюминку, потому что, я думаю, они же, получается, там в европейской части, какие-то у них там всякие разные концерты, повышение мастер-класса, и приезжают к нам, они просто своим мастерством поражают, скажем так, сразу. Немножко другой уровень. Программу составили произведения Рахманинова, фортепианный концерт номер 2 и рапсодия на тему Паганини. 150-летию с его дня рождения посвящен этот год в России. Худрук-оркестр рассказал, что в течение мая они сыграли для публики все пять концертов великого композитора. А еще коллектив внес празднование юбилея самую первую ноту. Мы начали 1 апреля мощным концертом, масштабным концертом с участием хора Эльганто Сахарлийской филармонии, с участием приглашенного очень хорошего баритона, солиста Московской, Самарской, Нижегородской оперных театров. И так начался год Рахманинов у нас. И, как я в шутку иногда отмечаю, мы первые среди всех, всего мира, кто открыл Рахманиновский масштабный проект. Главную партию концерта играл один из лучших пианистов страны. Солист Московской государственной академической филармонии, лауреат восьми международных конкурсов Филипп Капачевский рад возможности снова выступить перед благодарной сахалинской публикой. Я уже был здесь два раза. Первый раз это было, по-моему, пять или шесть лет назад по приглашению Тиграна, замечательного дирижера вашего главного, с которым мы много лет дружим. И я вижу, как развивается ваш оркестр. Это действительно большое дело, потому что достаточно сложный репертуар мы будем исполнять. Это концерты Рахманинова. И оркестр прекрасно готов. И для меня большое удовольствие быть здесь, в Южно-Сахалинске. Перед началом выступления Тигран Ахназарян подвел итоги концертного года. Он рассказал гостям о прошедших концертах и реализованных проектах, поделился планами на новый сезон, он будет юбилейным, 25-м. Затем оркестр занял места, и в зал полились звуки музыки. Каникулы оркестра будут недолгими. Уже 8 августа он выступит на открытии молодежного форума «Острова». Коллективу предстоит увеличить состав, для него закупают новые инструменты, впереди новые концерты и яркие задумки. Дмитрий Зелинский, Данил Саражинский, Илья Назаров, Солнце ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова